Друзья, приветствую вас на нашем канале Перехват Управления. У нас в гостях Алексей Климин. Россия не должна отмалчиваться и стоять в стороне. Она должна заявить более активную позицию во внешней политике. Очень хороший пример все-таки договор Сайкса-Пико в 1915 году. Как мы знаем, Российская империя вошла в договор Сайкса и Пико. По разделу Османской империи и по секретному протоколу Российской империи отходил Константинополь с проливами черноморскими. Россия тогда имела шанс контролировать Черное море полностью на все 100%. Нет, появляются большевики во главе с Троцким и в составе 300 боевиков, которые из города Галифакса приезжают в Россию и делают революцию. Я еще позже скажу пару слов об этих персонажах. И как итог этой экспансии Троцкого Россию выкидывают из этого соглашения Сайкса и Пико. И в итоге в 1921 году ленинское правительство поддерживает Мустафу Кемали Ататюрка, то есть турецкие силы, против кого? Против Армении. В 1921 году Советская Россия предала Армению и поддержала Турцию. И сегодня через 100 лет то же самое повторяется. Россия за счет опять-таки слабой внешней политики придает второй раз братскую христианскую Армению и поддерживает силы, реваншистские силы, которые сейчас поднимаются в Азербайджане и Турции. Поэтому мы будем говорить о перспективах или не перспективах 13-й русско-турецкой войны. Я считаю, что на наших южных границах происходит дисбаланс сил. Мы не можем допустить усиление османского нового проекта во главе с Турцией. И мы должны как-то реагировать, защищать интересы нашей братской Армении. А сегодня МИДовские работники прячут голову в песок. То есть совершенно некомпетентная, совершенно слабая политика. Давайте все-таки менять совместно все вот эти моменты, которые нас сегодня не устраивают.